Привет зритель! Помнишь этот халат? А он тебя помнит! Если не помнишь, о свежей памяти отмотай там эти ролики за... Короче, 5-6 лет назад были они с халатиком в другой хате. А если ты вообще новый, глянь, я там и местами такая странная была! А местами так еще реагировала странно! Короче, welcome to hell к просмотру, если ты любишь пустые баночки, косметики и прочие хренотени. Еды съесть или выкинуть, я очень постараюсь на следующей неделе записать два огромных пакета. Короче, если ты западаешь на такую фишку, типа, а что у блогера на ногтях и на губах? То специально для тебя EvangelShine, модель из Франции. 10 мл, кажется, мне дарила эта подписчица Лёлечка. Вот. Интересный такой лак. Я так давно лапы лаком, ногти лаком не красила, что даже это как-то... Ну, в общем, как-то так. И на губах подсвет халата практически NYX Liquid Suite, оранжевый LSCL05, короче, Liquid Suite. Наверное, это сокращенное Liquid Suite, хрен знает, короче, LSCL05. Это подарок от зрителя Влада. Не знаю, смотрит он меня ещё или нет. Ну, короче, вот. Я решила, что не в такую парочку. Очень сочетаются с таким халатиком. Я шевелюру специально помыла, и сейчас у нас почти 10 вечера. Ну, как-то у меня раньше не получилось записать. Пустые баночки. Зрители, вот эта хреновина у меня жила 7 месяцев. Мне она 8 марта, чуть раньше, чем 8 марта, подарила... Вообще, она меня спросила, чего я хочу. Я ей сказала, и она меня спросила... Точнее, я её спросила, чего она хочет. Я ей тоже что-то подарила. Подружка Маирка. Нежность рук. АОС. Абсолют. Оптимал. Систем. Бальзам. Тут у нас аж 900 грамм. Я что-то думала, литр. Ну, короче, тут 900 грамм. Мне их хватило. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. В октябре он закончился. Где-то 1 октября он уже всё. Закончился. 1-2 как-то так. Короче, на 7 месяцев мне его хватило. Очень экономичная, хорошая хренатенина. Муж моей подруги ругался, что, типа, вот, надо было попросить фэри себе, а не вот это вот. А я просто сказала, какую-нибудь фиговину для посуды. Она мне подарила такую фиговину для посуды. Но что-то фэри мне не особо как-то. А вот эта мне понравилась. Очень экономичная, хреновина. Спасибо, Ирке. Она меня не смотрит. На моё, наверное, счастье. Ну, а вам, зрители, если что, советуют такую хренатень для мытья посуды. Так-сэ. У меня закончился практически. Сегодня у нас 29-е, хоть и конец дня. Но в октябре вроде 31 день. В Вальпурга скоро будет, да? Или нет? А, не, Хэллоуин. Это моя Вальпурга. Я что-то их путаю. Короче, будет какой-то там духа в день. Всякий такой. Никогда ничего не марафетила на 31 октября. Потому что один-единственный раз, когда я собиралась в цветочной, будучи ещё на механке, я иду с местными пиитами. В 2009, что ли, году. Это ж какая-то компания была более-менее моего выраста. Сюда про меня забыли, меня про динамир. Я пошла к цветочному, посмотрела. Не поняла, что в ход заходить, не заходить. Там платно, не платно вообще зашёл. Началось, не началось. Или закончилось. Ну, и как-то так и не зашла. Я, правда, никак-то и не готовилась. Короче, в общем, как-то я не марафетилась на 31 октября. Может, когда-нибудь какая-нибудь компания, я заказ подаю что-нибудь. Но как-то не случается. Короче, что. Тоник для лица лавандер. 90 миллилитров. Минеральный комплекс. Бесаба. Лол. Серебро. В общем, у меня тут как раз осталось на пару дней октября. Мастерская Алиси Мустаевой. Это подарок от подписчицы Светы из Москвы. Пара посылок от неё уже было. Ты там можешь где-нибудь в плейлисте, я не помню. То ли посылки письма по меняшке, то ли подарки от людей, верующих. Что-то в этом роде. Да, кстати, зрители, если ты мне что-то вдруг внезапно задонатишь или подаришь, ты тоже попадёшь в ряды верующих. Верующих в Лёльку. Со мной даже три зрителя встречалось в реале. Я как два ко мне приезжала, к одному я ездила и, получается, с четырьмя верующими в Лёльку общалась. Правда, два верующих в Лёльку вроде уже как не веруют в меня. Ну да, хрен быть с ними, да. Изначально-то они веровали, а потом нашли свой путь и стали веровать во что-то другое. Надеюсь, самих себя. Очень хороший тоник, кстати. Я его, по-моему, только тут юзала. Другой подобный я, ну, не совсем тоник, но тоже от Мустаевой брала в деревню. Хороший тоник. Спасибо, Светя. Так, я так поняла, его можно на озон купить. У меня закончился очередной бачонок Кайлаж Дживан. Если тебе интересно, чего за хренатень этот Кайлаж Дживан, есть отдельный плейлист «Моя Индия», там два ролика, второй ролик про Кайлаж Дживан. Когда заходишь на главную страницу моего канала, там где-то внизу так мотаешь, 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 или в плейлисты, наверное, в плейлисты, когда заходишь, по-моему, там сначала главное, потом видео, потом лейлисты. И вот в плейлисты заходишь, это третья вкладка, считай, и там в самом начале под роликом, который на данный момент там закреплённый для новых зрителей трейлер канала и для подписчиков другой ролик. Там, короче, внизу вот как раз что-то, что-то и «Моя Индия», вот оттуда. Там всё вот это сказано, да хрена такая полезная штука. Тут всё нафиг практически закончилось, я уже всё, что можно, оттуда выскребла. У меня ещё есть бочоночек в 30 грамм. Вот единственная штука, из которых мне присылали на обзор, которую я сама покупаю периодически, легулярно, ещё и родственникам ближним периодически покупаю. Короче, хорошая такая штука, универсальная, не только лечебная. Ну ещё и вот как уходовое средство. Оно у меня вот в пустых баночках, в октябре. Так, если... У меня закончился этот шампунь. Керастаз, Париж, Лореаль. Тоже от света, она вот мне половинку шампуня прислала, она за тест чисто посмотреть, как моё мнение будет. Потому что чисто по её словам цитата. Ну, примерно как мартышка очки и понюхает. Там ещё что-то с ними сделать не то, не всё. Тут вот как бы я его водой окачивала. Я ему помогла закончиться, потому что, знаете, вот у меня есть поберликовское средство, и внезапно что-то вот оно не помогает мне отмыть осевшую на дне биоломикса. Да, я его ещё не обозревала, но я обязательно его в действии обозрю. В телеге и в Инстаграм он уже есть, если интересно, гляньте. То и другое. Ну, если не хотите пропускать что-то новое из моей жизни, ну, мало ли, вам интересно, можете подписаться на телегу. Там ссылка есть в инфобоксе и на канале. Короче говоря, в беломиксе остатки пасты плохо отмывают фаберликовская штука. Вот я не знаю, что с ней такое. Может, она не рассчитана на эту арахисовую пасту, масло, которое там такое конкретное. И я эксперименты ради капнула каплю этого шампуня туда. Жик! И он у меня отмылся. И, ну, у меня бывает, как бы, что под рукой стоит, то и капаю. Я пол вместе с ним мыла пару раз. В принципе, я и с более дешёвыми вариантами шампуня пол мою иногда. И вообще средства для мития посуды капаю в ведро, чтобы пол помыть. Пару раз я посуду мыла, чисто потому, что думаю, ну, интересно, если оно вот это отмывает. Так вот, пшик, и всё. Может, оно и посуду помоет. Короче, всё-таки я его доюзала потом, как шампунь для волос. Ну, такой, знаете, я понимаю, что он супердорогой, всё такое, на понтах и т.д. и т.п. Профессиональная косметика. Но, наверное, всё-таки это не моё. Потому что мы с ним друг друга не поняли. Он требует к себе такого особого отношения. Если им волос помыли, то надо обязательно какой-нибудь бальзам для волос или маску для волос. Ну, что-то такое после него. А так он, ну, не то, не сё. Хотя говорят, что он, ну, как бы, да, там на нём написано, что он для смешанного типа волос и для сушёных, сухих волос, короче говоря. А у меня жирные волосы. Ну, смешанный тип волос. Вот у меня у подруги сверху жирные у корней, а кончики сухие. В каком-то плане, если смешанный тип волос, то он для жирных должен подходить, да? Ну, не для всех типов волос. Вот я для всех типов волос. Я тогда перепутала. В камень Титане отписала. Гамэн Насай. Этот самый пардон, мир пардон, или тип того. И т.д. и т.п. Извиняюсь. Точнее, извините. Потому что извиняюсь – это неправильно, да? Сам себя извинил, получается. Короче говоря, ну, что-то для... Для смешанного типа волос. И я подумала, что, ну, раз за смешанного, в принципе, для жирных тоже подойдёт. Он как бы подошёл. Но что-то я как-то от него не в восторге. Спасибо Свете за возможность это счастье попробовать. Я такое себе точно покупать не буду. Там ещё масочка осталась. Но она как бы... Я её на уход не буду, наверное, следующего месяца заявлять. Потому что у меня такой шампунь, что не требует таких масочек. Но она будет стоять, жрать, не просить. Может, подруге отдам. Потому что вот у неё сушёный кончик. Если захочет, то возьмёт. Вот это вообще какое-то бесполезное животное. Мини-бальзам Сьюз. Бальзам до тонких волос, лишённых объёма. С экстрактом фиолетового риса. Более лёгкое расчёсывание. 0% силикона. Вдохновлён Японии профессиональное качество. 100 мл. Какое счастье, что тут всего лишь 100 мл. Но я его в паре делала. Особого объёма я от него не заметила. Более лёгкого расчёсывания, тем более волосы какие-то такие вот были спутанные. Как-то такое ощущение, будто я ещё хуже, чем вот если просто я этим шампунем помыла голову. Потому что они какие-то вот жёсткие были от него. Не то чтобы жёсткие сильно, но они требовали какого-то увлажнения, как я уже говорила. А с этим я, когда он закончился, думаю, может его... Ещё думала, что там что-то осталось. Думаю, может его выдавить нахрен и выкинуть вообще? И уже, ну, как бы положить в пакет с пустыми баночками и сказать, что не могла его доюзать. Не осилила. А потом смотрела, он закончился. На моё счастье, он закончился. Спасибо, Свете, за возможность попробовать. Я теперь знаю, что съёз мне не подходит. Ну, или просто эта вариация съёз мне не подходит. Ну, короче, не поняли мы с ним друг друга. Вот если шампунь ещё как-то более-менее, то съёз вот этот бальзам вообще дизлайк такой конкретный. Так, если что, это чисто моё мнение. Ваше мнение может быть иным. Вы можете высказать своё мнение в каменах, я даже не против. Можете более в агрессивной форме высказать, более-менее в агрессивной форме высказать. Можете в мягкой форме высказать, как хотите. Чисто всё от вас зависит. Розмариновая вода с серебром. Мастерская Олеся Мустаева. Природный антисептик 150 мл. Она закончилась. Там вообще ни хрена нету уже. Вообще я всё, что можно, выжала всё из неё. Она у меня была в деревне, я её юзала. Она у меня тут была, я её юзала. Я её юзала не совсем по назначению. Ну, тут как бы тоник для кожи было. Хотя, в принципе, по назначению. Когда у меня не было возможности конкретно так помыть волосы. Ну, допустим, у меня волосы просто… Ну, можно, конечно, дома быть, но мне удобнее было… В тазике мне удобнее было мыть на улице эти волосы. Ну, в плюс 13 ещё как бы можно принять душ и можно помыть голову. А когда плюс 7, там плюс 8, да даже плюс 12 или плюс 10 уже холодно мне. Я понимаю, что многим и в плюс 13 на улице душ принимать холодно. Котейка-паранойик мне там в комменты где-то писал. Привет, ты вдруг это увидишь и вспомнишь, как ты это мне писал. Я не знаю, какого-то там пола. Ну, короче, я спрыскивала волосы, потом расчёсывала. Я как бы никогда волосы не мыла сухим шампунем. Не использовала, в смысле, сухой шампунь. Вообще не представляю, что это такое на себе. Но вот спрыскивала, расчёсывала. И они более-менее так нормально. Ещё день можно было походить. Тоник для кожи после умывания и очищения. Юзала. Кошка там у меня, я её в комнату не пускаю, потому что иначе, возможно, она мне камеру вообще решит уронить. Как компонент масок. Как компонент масок я не юзала. Дистиллят побегов, розмарина. Серебро коллоидное. Тоже, в общем, от Светы. Хорошая штука такая, мне очень понравилась. Тут ещё Света мне сказала, что у них такие удобные флакончики. Можно потом заюзать для какого-нибудь тоника самопальный. Вот я думаю, что я потом его заюзаю как тоник самопальный. Хорошая штука вообще. Я им даже кожу на ногах, там на руках протирала. Ранки мелкие, царапки от этой Козы, которая там кошка мякает. Может, её в камеру всё-таки слышно. Он практически закончился. Тут на 2-3 применения осталось. Это тоже от Светы. Лилия и Дево. Псинка и цветочки. Это внезапно офигенная китайская косметика. Вообще, благодаря Свете из Москвы узналось, что в Китае есть какая-то косметика. Косметическая фирма. Такая уровня, там, Биарей или ещё что-то. Биаква. 30 грамм. Очень крутой крем для рук, люди. Слушайте, он, во-первых, быстро впитывается. Во-вторых, он помогает быстрее заживить эти мелкие ранки, которые кошка оставляет. Во-вторых, если у вас, в третьих, наверное, даже сухая кожа рук, супер сухая. Или вот период, когда супер сухая кожа рук, то вообще отлично. У меня, как бы, пока есть крема для рук. Но, думаю, когда закончится, я, наверное, посмотрю там на озоне ещё, где оно продаётся. Если я закажу. Так. Надо было, конечно, коробочку красивую взять, но она у меня там, а я тут. Это маленькая финтифлюшка. Это был аромат лаванды, чтобы лить его на какую-то фиговину, которую суёшь в бельё, чтобы бельё вкусно пахло. Это, по-моему, от Ксюши. И вот эта фиговина у меня закончилась. Ну, как бы, аромат закончился, но Ксюша мне писала, по-моему, в Инстаграм, что она подобное пользует, но уже потом использует. Или в каментах под обзором по ссылке писала, фиг знает, я уже не помню. Можно любое эфирное масло на эту фиговину палить, в бельё зафигачить, и оно дальше будет вкусно пахнуть. Очень хорошая уж такая штучка. Не сказать, что совсем он такая чистая лаванта, но довольно приятный аромат. Так, у меня закончился. Суэликсир и фраше, который внезапно мы с ним нашли общий язык. Вот тёмненький такой, это парфюмерная вода, суэликсир, там ещё туалетная вода, суэликсир есть. У и фраше, я не знаю, снятость, не снятость, хрен знает. Ну, короче, вот, которая туалетная вода, для меня она пахнет пластилином, а которая парфюмерная вода, она и для меня сейчас пахнет пластилином. А вот до этого, месяца полтора-падрат, пахло поиначе. Но не только пластилином, чем-то таким сладким, короче, приятный такой аромат. Вот минька такая, она закончилась, это подарок от Светы из Москвы, за что и спасибо она со мной поделилась. Так же, как в своё время Ксюша, своей парфюмерной коллекцией. И вот у меня одна пустая баночка духов здесь. А, это коробочка от неё. Да, вот как раз парфюмерная вода, вот в таких тёмных коробочках была. А туалетная вода, суэликсир, была в более таких бледных коробочках, бледно-коричневой, чтобы такое, даже, можно сказать, бешевой. Там ещё есть эликсир Буассен Суэль, который для меня внезапно открылся приятным ароматом. Хотя я раньше терпеть не могла, это фиолетовый флакон, фиолетовая коробочка. И суэликсир, а нет, суэликсир Пюрпель это был, фиолетовый, а эликсир Буассен Суэль как раз тот, который мне очень нравится. Он сочетает в себе три аромата. Но про ароматы не в омр, если кому интересно, гляньте там мои обзоры парфюмерные. Вот эта пустая коробочка вместе с пустым флакончиком. И последняя пустая баночка, по ходу дела. Да, пакет закончился. Тут тоже совсем чуть-чуть осталось. Это тоже от Света из Москвы. Гратол. Профессионал. Лавандер, экстракты, травы, серебро, крем для рук. Улажнение, регенерация, защита 30 мл. У меня точно такой же ещё флакончик есть. Он сроком до ноября включительно этого года. И вот такой флакончик у меня будет заявлен на уход следующего месяца. А этот у меня закончился. Но тут тоже немножко осталось на 2-3 применения. Тоже классный очень такой кремик. Я даже сейчас его выдавлю. Лапки свои помажу. И внезапно это какая-то русская фирма. Я знать не знала про такую фирму. И что она тем более русская. В общем, благодаря вам, зрителей, вашим дарам. Благодаря верующим в лёльку людям. Ладно. Вам, зрителей, я узнаю кучу всякой такой новой информации. Тем более про какую-то новую косметику. Для меня новую. Потому что я как-то особо... Ну... Как-то не то чтобы не интересуюсь. Может, надо смотреть там по магазинам где-то. Но вот благодаря, допустим... Не то чтобы исключительно, но по большей части благодаря лёльке, которая мне периодически что-то посылает. Мыльно-рыльная. Я как-то очень редко смотрю в магазинах на что-то такое. Ну... Иногда я смотрю, потому что вот у меня подруга попросила там крем для рук какой-нибудь определённый. Или ещё что-то. Я втыкаю в магазине вот в определённое место, на полочку. Иногда замечаю какие-то другие фирмы. Думаю, вау! Такое ещё есть. А по большей части я как бы даже... Мне нужды нету смотреть там по полочкам в магазинах. Что себе выбрать или там на зоне, на Вайтбрис, в другом каком-нибудь интернет-магазине. Очень классный кремик, быстро впитывается, приятный аромат, хорошая текстурка. В общем, вот такие у меня были пустые баночки октября. Я сначала думала оставить их до ноября, потому что в сентябре было совсем чуть-чуть этих пустых баночек. И думала, сначала надо было всю осень записать. В конце там осени. Потом думала в конце ноября записать с этим октябрём. А то, смотрю, у меня вроде как что-то накопилось. И это вроде даже чуть побольше, чем в прошлом месяце. И, наверное, надо записать, а потом нафиг снести на переработку мусорку. Всем спасибо за просмотр. Пока. Не забудь поставить палец кверху.